ИС призвал освободить украинских политзаключенных, вписав их имена в декларацию по итогам саммита в Брюсселе. А также потребовал признать ответственность России за сбитие авиалайнера MH17 в небе над Донбассом. Об этом говорили во время итоговой пресс-конференции в рамках 20-го саммита Украина-ЕС. Лидеры Европы отметили, безвизовый режим с Украиной доказал, что украинцам можно доверять. Больше подробностей об итогах саммита в сюжете Варвары Миронковой. Традиционные улыбки и рукопожатия. Украинский флаг в здании Совета ЕС в Брюсселе. Этот саммит уже 20-й, юбилейный, но многое из того, о чем говорят лидеры, в этих стенах звучит впервые. В совместном заявлении по завершению саммита впервые появились имена украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия. Освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Романа Сущенко и других украинских граждан. К этому Москву призывают европейские лидеры. Мы призываем Москву немедленно освободить всех украинских политзаключенных, включая Олега Сенцова. Я убеждал наших партнеров во время саммита G7 в Канаде отреагировать на это. И я надеюсь, этот вопрос будет обсуждаться во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Я буду говорить об этом завтра во время встречи с новым послом США. Да, мы все должны напомнить российским лидерам. Имидж России зависит не только от организации чемпионата мира по футболу. Освобождение украинских политзаключенных мало для полноценного возобновления отношений Москвы с Брюсселем, утверждают лидеры. Накануне саммита ЕС еще на полгода продлил санкции против России за военную агрессию на территории Украины и незаконную аннексию Крыма. В Брюсселе напоминают, ограничения останутся в силе, пока Кремль не изменит свою политику. Мы продолжаем настаивать на полном выполнении минских договоренностей. И мы настаиваем на том, что Россия несет ответственность за войну на востоке Украины. Несколько дней назад европейские лидеры единогласно продлили экономические санкции против России. По данным ООН, с 2014 года в результате этого конфликта погибли более 10 тысяч человек. Более 24 тысяч человек ранены. И это происходит в Европе. Несмотря на агрессию Москвы, украинская экономика восстанавливается, отмечают в ЕС. Говорят о росте торговли и результатах первых месяцев действия соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В прошлом году товарооборот между Украиной и ЕС вырос на 24%. Это о многом говорит. Количество украинских компаний, которые занимаются экспортом в ЕС, увеличилось на 40% с 10 до 14 тысяч. Это обнадеживающий результат. Евросоюз готов поддерживать Украину финансово при условии, что Киев продолжит реформы, в том числе антикоррупционные. Четвертый транш макрофинансовой помощи Украина планирует получить этой осенью. Я приветствую решение ЕС предоставить Украине четвертый транш макрофинансовой помощи на 1 миллиард евро. Это поможет усилить экономическую стабильность нашей страны. Мы ускорим процесс подписания меморандума о взаимопонимании в сентябре. Это позволит получить транш осенью. Еще 75 миллионов евро Евросоюз направит на развитие инфраструктуры и безопасности на украинских дорогах. Соглашение с Европейским инвестиционным банком подписали на полях саммита. Проект реализуют в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Каменец-Подольском. Из Брюсселя Варвара Миронкова, Антон Куница, UATV. 10,5 лет колонии строгого режима запросил прокурор для так называемого украинского диверсанта Евгения Панова. В подконтрольном России в Верховном суде оккупированного Крыма состоялись прения сторон. Оглашение приговора назначено на 13 июля. В августе 2016 российское ФСБ заявило о задержании в Крыму якобы группы украинских диверсантов, готовивших теракты на полуострове. Среди них был и Евгений Панов. Российские спецслужбы называют его кадровым разведчиком. Минобороны Украины все обвинения отрицает и называет их провокацией российских спецслужб. Восемь раз с начала суток российские наемники открывали огонь по позициям объединенных сил. Вооруженные провокации зафиксированы в районе Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Лебединского и Водянова. Боевики вели огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные не поддаются на провокации российских наемников и соблюдают режим прекращения огня, отметили в пресс-центре операции объединенных сил. Очередной этап соревнований по функциональному многоборью прошел в Национальной гвардии Украины. На полигоне 1-й президентской бригады гвардейцы пробежали военизированный кросс. В полной амуниции преодолевали препятствия. За первое место борются более 100 бойцов. 17 команд из различных территориальных управлений Нацгвардии Украины. Финал соревнований состоится завтра. Бойцы готовятся к соревнованиям, проверяют снаряжение и оружие. Перед началом забега обязательное взвешивание бронежилетов, которых выходит на дистанцию. Общий вес на одном бойце где-то около 18-19 килограммов. Это полная экипировка. Это и оружие, подсумок для магазина, два магазина, автомат, бронежилет, каска и противогаз. Команды стартуют по очереди. Каждая должна пробежать два круга по полтора километра. На каждом свои задания с разнообразными препятствиями. Это стрельба лежа и стоя, метание гранат и перемещение ящиков с боекомплектом. Усложняет задачу бойцам в полной амуниции палящее солнце. Обязательное условие – дистанция между ними не более 50 метров. Финиш для команды засчитывают по последнему участнику, пересекшему черту. Создаются условия, приближенные к реальным боевым. Также важно то, что это командный вид соревнований. Как они помогают друг другу, страхуют. Обязательное условие – к финишу они должны прийти одной командой. У каждой команды своя тактика борьбы. Здесь, говорят, главное – правильно распределить силы и помогать друг другу. После финиша видно, что испытание для многих было непростым. Но с дистанции никто не сошел. После забега военнослужащие – уставшие и мокрые, но чувства юмора не теряют. Еще больше нагрузок судьи обещают уже на следующий, в финальный день соревнований. Игорь Меделян, Тимофей Сорокин, ЮЭй ТВ. Восемь человек вывели спасателей из пещеры в Таиланде. Мальчиков отправили в больницу. Спасательная операция возобновилась утром. Накануне военными дайверам удалось вывести на свободу четырех футболистов. Затем миссию приостановили, чтобы обновить запас кислорода в баллонах и проверить исправность оборудования. До сих пор под землей остаются пять человек. 12 школьников-футболистов и их тренер пропали 23 июня. Спасатели их обнаружили на 10-й день в пяти километрах от входа в пещеру Тхам-Луанг. Группа зашла туда, чтобы укрыться от непогоды. Раджеп Таип Эрдоган официально стал президентом Турции. Он принес присягу в парламенте. Второй срок будет править уже в президентской республике. В прошлом году Эрдоган провел конституционную реформу. Сегодня глава страны должен объявить новый состав кабинета министров Турции. Их количество сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Увольнение приняла премьер-министр Тереза Мэй. О своем уходе с должности Джонсон объявил за полчаса до выступления Терезы Мэй, которая должна представить парламенту план Брексита. Сегодня также в отставку ушел министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Его место занял замминистра по делам регионов и местного самоуправления Доминик Рааб. Начальницу национальной антикоррупционной дирекции Лауру Кадруцу уволили в Румынии. Ее отставки требовала правящая партия страны и грозила президенту импичментом, если он не подчинится решению Конституционного суда. Кадруцу обвиняют в злоупотреблении полномочиями, в частности, использовании незаконной прослушки. Предыдущие попытки уволить Кадруцу неоднократно приводили к массовым протестам по всей Румынии. Она завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе на брата президента, мэра Бухареста, действующего премьер-министра Румынии. Полуторагодовалая зебра пополнила ряды четырехлапых жителей Харьковского экопарка. Туда ее привезли из Львовского зоопарка. Пока животное адаптируется к новому месту, а после обязательного карантина будет жить в открытом вольере рядом с лошадьми и пони. Назвали зебру Марти в честь персонажа из мультфильма «Мадагаскар». Питается она сенами овсом, а на десерт получает свеклу и морковку. Обучают, показывают ей всю амуницию, мимо нее ходят еще люди. Кто-то ее подкормит, кто-то ей погладит, кто-то за нос подергает. Нельзя сказать, что вот через месяц она будет добрая, хорошая и отзывчивая. Она может и через полгода бояться людей. Главное, какой подход и главное, что она думает на этот повод. Если она не захочет, то ее же никто заставлять не будет. Это и другая оперативная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова